физкульт привет друзья и ученики сегодня с вами мы поговорим о ортопедических поясах и корректирующих корсетах скажу сразу данная тема будет касаться людей у которых проблемы с осанкой проблемы с позвоночником но не тех у кого серьезные степени сколиоза хотя и им данное видео будет полезно сколиоз это отдельная тема требующая большого отдельного разбирательства возможно мы с вами как-нибудь это сделаем сегодня поговорим о поясах и корсетах почему очень много вопросов приходит мне на эту тему так как вы знаете что у меня и межпозвоночные грыжи и протрузии и у меня были серьезнейшие проблемы боли они ухудшались в течение трех лет пока я слушал наших докторов но когда я осознал что дальше двигаться уже некуда падать некуда я упал на самое дно состояние боли состояние дискомфорта когда даже 7 таблеток самого сильного обезболивающего не давали никакого эффекта я задумался и пришел к выводу что спасение утопающих дело рук самих утопающих тот кто смотрит мой канал уже не первый год знает о моей гимнастике но я сегодня в конце видео приведу ее еще раз для тех же кто первый раз столкнулся с моими видео советую ознакомиться с моими статьями и видео уроками где я пошагово рассказываю как необходимо и что делать для того чтобы избавиться от боли и вернуться в строй не просто к обычной нормальной здоровой жизнедеятельности но к серьезным тренировкам а вы знаете что я вернулся и к приседаниям за 200 и к тягам за 200 также я полноценно тренируюсь единственное что я не всегда еще делаю и практически постоянно стараюсь избегать это тяг штанги в наклоне хотя это моё одно из любимейших упражнений на широчайшие мышцы спины почему потому что она одно из самых эффективных но и мне и моим ученикам и тем кто прислушивается к моим советам часто после данного упражнения с хорошими весами приходит легкий дискомфорт иногда легкие болевые ощущения не всегда но бывает поэтому старайтесь избегать данного упражнения особенно на ранних стадиях восстановления первый год полтора не касайтесь данного упражнения и вообще упражнений в наклоне не забывайте что упражнения в наклоне одни из самых опасных именно для межпозвоночных дисков теперь поговорим конкретно о корсетах и поясах можно ли их использовать и когда действительно нужно пользоваться данными приспособлениями но крайне редко и только тогда когда вы вышли после вытягивания есть такая процедура кто делал тот знает вот действительно в данный момент нам нужны и корсеты и ортопедические пояса потому что позвоночник находится очень очень опасном состоянии растянутом если резко сразу дать какую-то на него нагрузку даже это могут быть обычные сидения на стуле или в автомобиле неважно долгое продолжительное время это может только усугубить ситуацию вот именно для этого и были созданы и ортопедические пояса и корсеты ведь мы с вами хотим чего мы хотим в первую очередь естественно избавиться от боли для этого нам нужно восстановить и придать нашему мышечному корсету именно мышечному корсету определенную мышечную память другими словами наработать правильный мышечный стереотип из-за постоянного сидения в офисе а сейчас и раньше конечно тоже в школах за уроками потом дома за выполнением домашних заданий перед компьютером вырабатывается неправильный мышечный стереотип и мышечный корсет подстраивается под этот стереотип потом проблемы с позвоночником с осанкой конечно те кто продает корректирующие корсеты говорит что он исправляет этот мышечный стереотип доля правды в этом есть но мышечный корсет расслабляется конечно наши мышцы неправильно настроены у них неправильный стереотип если мы неправильно сидим если у нас сутулость но корсет не поможет вам в этом что нужно делать во первых вы должны постоянно контролировать себя мысленно самостоятельно постоянно мотивировать и держать у себя в голове необходимость сидеть ровно и правильно что такое правильное положение спины это сохранение всех естественных изгибов и прогибов так вот вы можете пользоваться корректирующим корсетом но не дольше 10 15 минут максимум в день это по 5-7 минут за раз для чего это делается во первых мы с вами будем исправлять мышечный стереотип который будет у нас вот здесь в первую очередь а во вторых если мы будем делать это не большое продолжительное время мы не будем расслаблять наш мышечный корсет который как раз таки и необходим для того чтобы была правильная осанка и пояс ортопедический и корректирующий корсет ставят нас в нужное положение но при этом расслабляют наши мышцы а нам нужно чтобы мышцы были тренированы чтобы мышцы запоминали и переходили уже в этот мышечный стереотип который будет поддерживать нашу осанку если вы взрослый человек вы должны делать это самостоятельно постоянно если у вас есть дети то следите за ними постоянно им об этом напоминайте не бойтесь вызвать негатив объясняйте что это необходимо в первую очередь им для здоровой жизнедеятельности для здорового мышления для здорового мышечного тонуса вообще просто для общего состояния здоровья ни в коем случае не закрывайте глаза на то как сидят ваши дети никогда не дозвайте детям сидеть с одной ногой на стуле с поднутыми под себя ногами никогда и сами этого не делайте это очень важно и если вы будете позволять себе или своим детям сидеть подобным образом особенно детям позвоночник будет кривым будут сколиозы будет сутулость будут проблемы со здоровьем нам с вами это не нужно не забывайте что всегда легче предотвратить чем исправлять и естественно посещайте тренажерные залы выполняйте легкие упражнения с небольшими отягощениями в первую очередь направленные на правильную технику на правильную технику выполнения на технику движения не спешите не делайте взрывных каких-либо силовых упражнений упражнения делайте но манера выполнения должна быть медленной подконтрольной вы должны четко чувствовать ощущать работающие мышцы при этом постоянно держать у себя в голове необходимый мышечный корсет необходимый мышечный стереотип которому мы с вами стремимся всегда ровная спина всегда сведенные вместе лопатки как проверять себя и на первых этапах корректировать проверять правильность положения спины и вообще осанки лучше всего для этого подойдет стена обычная прямая ровная стена вы подходите и становитесь к ней спиной прикасаясь пятками ягодичными мышцами плечами и лопатками и естественно головой вот в таком положении когда вы касаетесь всеми этими частями тела это и есть правильный мышечный стереотип и вы должны нарабатывать мышечный корсет именно под этот мышечный стереотип пробуйте вы будете удивлены насколько далеко насколько далека от правильности осанка многих из вас это самый простой и легкий способ каждый раз проходя мимо стены подходите и тестируйте свое положение и уже через пару дней вы заметите как вам легче и легче правильно держать себя многие замечают что им тяжело ровно сидеть мышцы устают почему это как раз таки из-за того что неправильный мышечный стереотип сформировался и мышечный корсет сформирован тоже неправильно поэтому нашими мышцами нашими специальными тренировками дома и в тренажерном зале только так мы можем изменить свой мышечный стереотип и перенастроить свой мышечный корсет под правильную естественную и здоровую осанку не надейтесь на пояса и на корректоры это неправильный путь возможно на время ношения корсета и пояса вы будете правильно сидеть правильно стоять правильно ходить но мышечный корсет мышечный стереотип меняться не будет улучшений качественных происходить не будет и возможно даже будут происходить ухудшения грамотный доктор всегда вам об этом расскажет и предупредить вас что в первую очередь это лфк в первую очередь это упражнения корсеты и пояса нужны нам только на время минимальное время всегда контролируйте себя всегда будьте начеку и всегда следите за тем как сидят ваши близкие ваши дети как сидите вы как вы наклоняетесь как вы выполняете то или иное упражнение всегда должен быть внутренний наблюдатель это вы сами контролирующий себя как бы со стороны не поленитесь я всем своим ученикам рекомендую многие это практикуют и я сам часто это делаю снимайте себя на видео со стороны с разных ракурсов во время приседаний во время становых тяг во время выполнения любых упражнений от начала и до окончания от момента как вы берете в руки штангу гантель или рукоять тренажера и до самого его окончания и постоянно контролируйте процесс вы удивитесь насколько изменится качественно ваша тренировка ваша жизнь когда вы будете контролировать ее со стороны часто нам кажется что мы делаем правильно но когда вы увидите себя со стороны зная все нюансы техники правильной грамотной техники вы будете удивлены что вы будете находить постоянно какие-то маленькие детали и помня держа их в уме в следующий раз упражнение будет получаться более качественно более продуктивно это тоже все очень и очень важно не забывайте о простых советах которые помогут вам не только сохранить вашу спину ваш позвоночник здоровым но и даже если у вас уже есть проблемы они помогут избавиться что это в первую очередь обязательно контролируйте как вы сидите контролируйте как долго вы сидите никогда не сидите ни на работе не в школе дольше 20 минут после 20 минут непрерывного сидения необходимо встать хотя бы на одну две минуты просто постоять походить сделать наклоны подвигаться для чего это нужно я уже не раз говорил что спазмы являются мышечные спазмы одной из причин возникновения межпозвоночных грыж именно в поясничном отделе позвоночника а происходят они не из-за тренировки эти спазмы как раз таки мышечные спазмы происходят из-за отсутствия нагрузки из-за отсутствия тренировок и в первую очередь из-за долгого сидения мы с вами не предрасположены для того чтобы долго сидеть может быть даже вообще не предрасположены для того чтобы сидеть ходить быстро лежать но не сидеть сидеть для нас самое опасное особенно когда мы развиваемся когда мы еще детском подростковом возрасте это нужно помнить и не поленитесь придите в школу поговорите с другими родителями соберитесь вместе на родительском собрании и скажите классному руководителю что вы настаиваете на том чтобы после 15 минут непрерывного сидения ваших детей поднимали хотя бы на одну минуту и просто пусть детки постоят походят неважно это гарантия вашего здоровья обязательно гуляйте перед сном 30 минут не знаю почему об этом не говорят но когда вы ходите пешком не бегаете а именно ходите пешком в быстром темпе лучше всего происходит кровонасыщение поясничного отдела позвоночника а если вы не знаете позвонки как и любое другое составляющая нашего организма требует питательных веществ питательные вещества в нашем организме ко всему доставляются с помощью крови если нет кровонаполнения нет поступления питательных веществ кстати не забывайте о том что жир тоже накапливается именно в тех местах где снижено кровообращение поэтому многим помогают массажи лимфатические массажи как не там еще антицеллюлитные называются но вы можете это делать самостоятельно к примеру минут десять хорошенько разогревая себя перед прогулкой в области живота ладошками можете попросить своего мужа чтобы он вам помассировал ягодичные мышцы вы же в ответ помассируете мужу его живот потом полчасика прогуляетесь и будет полезно и для жиросжигания и для вашего позвоночника это будет укреплять и ваши семейные отношения совместные прогулки перед сном полезны вам будет легче спать и в общем вы будете чувствовать себя гораздо лучше конечно же не забывайте о моей гимнастике которая будет в конце этого ролика следующее о чем стоит помнить и делать это как раз таки о питательных веществах те питательные вещества которые есть сейчас не находятся в нашей пище как раз таки нам и нужны что необходимо принимать для тех у кого нет проблем с позвоночником кто не хочет этих проблем и особенно тем у кого уже эти проблемы есть я говорил но повторюсь в первую очередь это витамин d3 и аргинин аргинин лучше всего покупать в порошке в чистом виде без каких-либо красителей добавок он немножечко неприятен но вы быстро к этому привыкнете помимо всех его положительных свойств он как раз таки наряду в купе с приемом витамина d3 помогает восстанавливать позвоночник позвоночные диски вы это очень быстро почувствуете и кстати на боли это тоже влияет положительно боли будут уменьшаться мне это подсказали уже когда я находился и жил здесь в америке и я стал это использовать действительно убедился не игнорируйте витамин d невозможно получить витамин d как многие говорят находясь на солнце даже если вы там превратитесь в уголек нет витамин d необходимо принимать извне раньше в этом говорилось а сейчас это уже в этом году по моему признанный медициной факт медицина признала что витамин d является гормоном как бы в россии его вообще не запретили так вот витамин d будет помогать особенно мужчинам еще в как раз таки профилактики дефицита тестостерона витамин d очень полезно и сейчас в мире больше 500 исследований наверное на эту тему у нас об этом говорят крайне мало я слышу в интернете читаю статьях очень мало об этом кто говорит за рубежом об этом говорят гораздо больше возьмите на вооружение витамин d3 шикарнейший витамин который поможет вам быть здоровым сохранять здоровье быть в тонусе также начните его принимать в рекомендованных на упаковке дозах если у вас нет никаких проблем если у вас есть проблемы уже позвоночники то принимайте его смело сразу с двойной дозы постепенно можно увеличить даже в три раза эту дозу это скажется положительно на вашем выздоровлении про аргинин я уже говорил но повторю принимайте его минимум двойной дозировки от указанной на упаковке порошке в чистом виде без добавок лучшее время приема для аргинина это перед тренировкой за 30 минут и за 30 минут до сна на голодный желудок помимо прочих его полезных свойств он будет еще стимулировать выброс гормона роста который также является наиважнейшим гормоном и в жиросжигание и выздоровлении нашего организма терапия гормона роста широко применяется в европе многие сидят на пожизненном применении гормона роста если им позволяют это деньги и как это влияет вы можете видеть на пожилых уже актерах голливуда на том же стивене на том же сильвестре столоне особенно это прекрасно видно в его последней работе над фильмом рэмбо в такой прекрасной форме это все заслуга гормона роста и гормон роста нам с вами в этом плане просто необходим следующее что нельзя получить в нашей жизни из современного питания это силен и йод поэтому тоже задумайтесь над этим и хотя бы два раза в год принимайте курсами два этих препаратов что нужно принимать на постоянной основе на постоянной основе принимайте жиры омега-3 это наиважнейший препарат для всего нашего организма и в том числе для суставов и для позвоночника и конечно же он разжижает кровь что тоже может быть для многих очень полезно многие используют для этого аспирин не понимая о том что можно просто принимать жиры омега-3 кстати их невозможно получить в нужном необходимом количестве кроме как из синтезированных из рыбьего жира обратите на это особое внимание еще обращаю ваше особое внимание на такой препарат как коэнзим q10 за этот препарат люди по моему получили нобелевскую премию что такое коэнзим q10 это вещество которое находится в каждой клеточке нашего организма в любом месте любой клетки организма находится коэнзим q10 это если хотите энзим молодости энзим молодости ваших клеток кто хочет побольше узнать об этом почитайте в интернете здесь не буду сильно много разглогольствовать и хочу обратить на особый препарат который многим вам известен но большинство используют его совершенно неправильно используют его как жиросжигатель я говорю сейчас о ацетил л-карнитине обратите внимание обязательно должна быть приставка ацетил если на упаковке нет этой приставки то просто не покупайте данный препарат ацетил л-карнитин также в чистом виде в порошке будет наилучший выбор для чего его нужно принимать этот препарат воздействует на митохондрии он очень полезен будет для вашей сердечной мышцы для миокарда многие уже понимают почему потому что миокард полностью состоит из окислительных мышечных волокон где как раз таки много митохондрий и это все будет положительно сказываться на здоровье нашего организма и так друзья подведем короткие выводы движение это жизнь врачи будут вам запрещать делать что угодно но запомните вам нужно двигаться самое первое что нужно делать когда у вас проблемы с позвоночником это начать делать мою гимнастику делать экстензии и что самое важное гиперэкстензии гиперэкстензии очень важны но не путайте в россии почему-то гиперэкстензиями называют экстензии что такое гиперэкстензии у меня есть очень много видео сейчас скажу просто чтобы вы не путались экстензии спины это когда ваши ноги закреплены а корпус наклоняется гиперэкстензии это так когда Закреплен корпус, отвигаются ноги. Ходите на массаж. Массаж очень полезен. Но ни в коем случае я не рекомендую вам посещать мануальных терапевтов. Это может вам только навредить. Конечно, многие испытывают какие-то облегчения, но, поверьте, мануальная терапия крайне опасна. Если вы знаете такого специалиста, признанного во всем мире, лучшего российского специалиста Касьянова, который был прекрасным мануальщиком, у меня отец сам ездил к нему, когда были проблемы со спиной, его спрашивали, кому бы он доверил свою спину, именно с точки зрения мануальной терапии. Его ответ шокировал даже меня. Он сказал, что я не доверил бы ее никому, даже такому специалисту, как я сам. Это Касьянов сказал сам о себе. Поэтому задумайтесь, хотите рисковать, рискуйте. Но мой опыт и опыт уже ни одной сотни людей, которые пишут в комментариях, вы это видите, и здесь на канале, и на моем сайте, и в Инстаграм, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, везде, везде я получаю ежедневно ни один десяток благодарностей от людей, которые опробовали мой метод. Но все делайте с головой, ребята. Перед тем, как к чему-то приступить, изучите этот вопрос досконально. Перед тем, как приступить к лечению, изучите мою статью, которая называется «Межпозвоночные грыжи. Не приговор». Я в ней подробно расписываю, как я пошагово избавился от данной проблемы. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Пишите вопросы в комментариях. Увидимся в следующий раз. Всем пока и здоровья! Ну что, дорогие друзья, Бонусом сегодня будет специальная гимнастика для профилактики и лечения проблем с позвоночником. Особенно она актуальна тем, у кого проблемы с поясничным отделом позвоночника. Вы видите, с какими весами я сейчас работаю. Но многие из вас, конечно, знают, что у меня были сильнейшие боли. Почти три года врачи лечили меня, убивали своим лечением. Мне становилось только хуже. Пока я сам не взялся за свое здоровье. Я перелопатил огромное количество информации и нашел упражнение в йоге на декомпрессию межпозвоночных дисков. Именно эту гимнастику вы сейчас и видите. Если у вас нет проблем с позвоночником, я настоятельно рекомендую делать ее утром и вечером, как минимум. Займет это у вас очень небольшое время. Максимум пять минут. Но эффект колоссальный. Ваш позвоночник будет получать разгрузку, которую не получает и которая ему просто необходима. Если же у вас есть боли, межпозвоночные грыжи, протрузии, делайте данную гимнастику минимум три раза в день. Утром, вечером и в обед. Я делал эту гимнастику минимум пять раз в день, когда у меня были страшные боли. И уже через неделю мне стало легче. А вы читаете комментарии под моими видео. И мне в личку приходит огромное количество благодарности за данную гимнастику. Людям помогает она колоссально. Чем чаще вы ее будете делать, тем быстрее избавитесь от боли. Делайте ее сами. Пусть ваши близкие делают это. Дети ваши пусть делают это. Потому что данная гимнастика служит декомпрессией, повторюсь, растягивая ваши позвонки. Вся наша жизнедеятельность, к сожалению, наоборот, компрессионно действует на позвоночник и, естественно, перегружает диски. Особенно в современный стиль жизни, когда мы сидим по долгу и по многу. Просто необходимо давать разгрузку нашему позвоночнику. Что я вам настоятельно рекомендую делать? Это не сложно. Это просто. Это не мною изобретено. Это древняя практика йоги. Причем не та интерпретация ее, которую вы сейчас видите, встречаете в фитнес-клубах или еще где-то. Никакой чрезмерной нагрузки, никакого чрезмерного выкручивания суставов, сухожилий. Только полезный и эффективный результат. Не ленитесь. Выполняйте данную гимнастику и будет вам счастье и здоровье. Самое главное, вы сможете уберечь себя от травм. И если вы занимаетесь в тренажерном зале, вам просто необходимо как воздух выполнять данную гимнастику. Также полезно выполнять эти упражнения сразу после становой тяги и приседаний и в конце тренировки. Естественно, чем здоровее будет ваше питание, тем здоровее будет результат. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...